Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня мы расскажем о легкой альт-азимутальной монтировке Порта-2 от ведущего разработчика астрономической техники японской компании Vixen. Производитель рекомендует ее для мобильных наблюдений как астрономических, так и наземных объектов, в том числе быстродвижущихся. Девиз монтировки Grab and Go, что означает наведи и сопровождай. Проверим его вместе с Вами. Знакомство начнем с треноги. Вы скажете, что в ней особенного? Такая же тренога, как у EQ2 или AZ3? Нет, не такая. Именно эта тренога послужила прототипом для копирования другими брендами. И в отличие от копий она гораздо мощнее, хотя и не намного тяжелее. Тренога полностью выполнена из металла. В том числе и уши крепления к верхней площадке, и хомуты зажимы подвижной части опор, и головки зажимных винтов и опорные наконечники. Все это, сделано из качественного алюминия. Кроме того, профиль опор треноги имеет не прямоугольное, как у EQ2 или AZ3, а клиновидное сечение. При зажиме это обеспечивает максимальную жесткость и устойчивость. Голова монтировки прикручена к треноге винтом М10 с крупной пластиковой ручкой. При желании голову можно быстро снять с треноги для более удобной транспортировки или для отдельного использования, как головы монтировки, так и треноги. По конструкции монтировка одноперьевая, вилочная. Единственное перо монтировки скошено под углом 35 градусов к горизонту. Это обеспечивает доступность наблюдений в зенитной области даже с крупными длинными трубами. Для крепления труб используется прямоугольная площадка «Ласточкин хвост» с зажимным винтом М8 и контрящим винтом М6. Именно такой размер крепления «Ласточкин хвост» называют стандарт «Виксен» и его используют большинство производителей. Механика монтировки тоже оригинальная. Обе оси оснащены фрикционами, что позволяет быстро вращать и останавливать монтировку, не отвлекаясь на стопорные винты. Их попросту нет. Для регулировки усилия фрикционов на каждой оси предусмотрены потайные винты под шестигранник. Кроме фрикционов, каждая ось оснащена червячным механизмом тонких движений. Стальные червячные винты установлены во втулках-эксцентриках, которые позволяют регулировать прижим и наклон червяка. Для регулировки в перпендикулярной плоскости служат два потайных винтика под шестигранник. Для вращения червячных винтов монтировка комплектуется двумя короткими рукоятками. Это единственное, на чем сэкономил производитель. Они полностью пластиковые, зато очень легкие и достаточно крепкие. Прижимного винтика нет. Посадка рукояток осуществляется на трении, но за счет конического сечения вполне надежно. В верхней части вертикальной оси под резиновой крышкой находим приятный сюрприз. В специальном ложементе на магнитах закреплены два Г-образных шестигранных ключика. Меньший из них служит для регулировки усилия фрикционов. А второй, больший ключик понадобится, если Вы захотите изменить угол между червячным винтом вертикальной оси и пером полувилки. Открутив четыре болта под резиновой крышкой можно менять положение с шагом 45 градусов. Таким же образом можно изменить и угол между червячным винтом горизонтальной оси и площадкой Ласточкин хвост. Для этого достаточно открутить лишь два болта в глубине площадки. Какие же телескопы способны нести Порта 2? Сначала мы испытали ее с короткофокусным 102-мм рефрактором весом более 3 кг, длиной 55 см и диаметром трубы 118 мм. Затем установили светосильный 130-мм рефлектор Ньютона весом более 4 кг, длиной 58 см и диаметром трубы 162 мм. Наконец третьей, самой крупной трубой стал 6-дюймовый зеркально-линзовый телескоп Шмидта Кассегрена весом более 4 кг, длиной более 45 см и диаметром трубы 183 мм. Что же, монтировка нам очень понравилась. По результатам испытаний она показала быстрое и точное наведение, а также плавную работу механизмов тонких движений. Вибрации на малых и средних увеличениях практически отсутствуют, а на увеличениях свыше 100 крат минимальны и затухают за пару-тройку секунд. Для монтировки весом чуть более 5 кг такие показатели просто превосходны. Каких-то слабых сторон в монтировке мы не обнаружили. Разве только короткие пластиковые рукоятки тонких движений. Они вполне справляются со своей задачей, но при желании их без труда можно заменить более длинными стальными. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем смело рекомендовать монтировку Vixen Porta 2 для визуальных наблюдений с любыми оптическими трубами весом до 6 кг и диаметром корпуса не более 200 мм. Особенно хороша, на наш взгляд, монтировка будет для небольших E-D рефракторов и компактных зеркально-линзовых телескопов. Небольшой вес и малые габариты сделают Porta 2 незаменимой для выездов и походов, для тротуарных мероприятий, для быстрых наблюдений с балкона или веранды. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине!